Мои дорогие, сейчас нас пытаются провоцировать на разные насильственные действия. То, что мы шли в Жовтневый палац, нам сказали, что там можно спокойно посидеть в зале, создать временный центр координационный и там арендовать две комнаты. Когда мы туда подошли, нас вместо того, чтобы встретилась дирекция, встретили большие силы нацгвардии, которые спровоцировали насилие, которые спровоцировали столкновения и которые спровоцировали использование газа, шумовых гранат и, в принципе, провоцировали кровопролитие и провоцировали реальное начало гражданского противостояния. Так вот, если мы идем вместе, а мы идем вместе, насилие – это не мой путь, насилие – это не наш путь, столкновение – это не наш путь, реальная, тем более, кровь – не наш путь, не дай Бог, не дай Бог. Мы мирные люди, и у нас, правда, на нашей стороне. Эти воры во главе с главным вором грабят Украину, они провоцируют нас, но вы дай поймите, ни в коем случае мы не должны играть в их игру. Вы, я думаю, что вы понимаете, что я готов отдать все для того, чтобы мы победились. Готов отдать, денег у меня нет, но готов отдать свою свободу и свою жизнь. Но я не готов отдать чужие жизни, я не готов отдать кровь наших детей, свою кровь я отдам, наших детей не отдам. Порошенко, может, хочет крови, они, олигархи, хотят крови. Не допустим, не допустим кровопролития. Согласны? Да! Поэтому я не знаю, кто там продолжает там биться, и там еще гранаты сюда шумовые кидать. Я не знаю, кто там продолжает пробиваться. Это же обычный концертный зал. Это же не банковая, это же не Верховная Рада. Зачем это бесцельное насилие? Я вас призвал там, и наконец-то мы отошли, и мы понимаем, что они хотят нас идентифицировать с насилием. Этого не выйдет, этого не получится. Поэтому давайте держаться вместе, давайте держать наши шеренги целыми, объединенными. Сейчас мы символично пойдем до Верховной Рады, символично там ничего мы не будем бить. Мы не будем, у нас революция неразобьенных окон. Кто хочет разбивать окна, и кто хочет разбивать здания, извините, но нам не по пути. Мы войдем в эти здания спокойно, когда нас будет все больше и больше и больше. Не надо, не надо играть в чужую игру. Не надо ничего разбивать. Очень печально, что даже эту дверь побили, потому что не было смысла. Нет смысла бить окна и двери. Мы должны быть спокойными, и мы должны быть очень выдержанными. Хоть они говорят, что у меня грузинский темперамент, но у меня достаточно мудрость для того, чтобы не допустить насилия. Давайте делать так, давайте пойдем пешком, пройдемся, и делаем абсолютно такие мирные шествия. Идешь за мной? Фиев, вставай! Финин, вставай! Украина, вставай! Украина, вставай! Не працуй, не працуй! Нехай весь свит бачить, что вырабляет с патриотами Украины! Нехай весь свит... Миша, бачить, який борется! Нас свежат! И нам нужно, надо говорить! Надо, мы с тобой... Давайте, я хочу заявить, будем очень осторожны! Люди есть разные, есть патриоты с горячим сердцем, а есть и провокаторы! Давайте микрофон! Есть патриоты, а есть и провокаторы! Еще раз повторяю для тех, кто подошел поздно! И это для меня очень важно, чтобы... Чего ты меня должен? Я категорически... Категорически не приемлю насилия! Я категорически всех призываю воздержаться от любых провокаций! И категорически нас реально... Нам устроили провокацию! Нам сказали, что там нужно зайти провести захит и снять аренду две комнаты! А вместо этого встретились нацгвардии дымовыми шашками, газом и спровоцировали насилие! Это то, что хочет Порошенко! Это то, что хотят Барыгии! Поэтому мы должны... Еще раз говорю, путь мой! Абсолютно мирный путь! Путь мой исключает и наш путь любого насилия! Наш путь исключает любых столкновений! Мы войдем в эти здания не через разбитые стекла и двери! Мы войдем в эти здания только через открытые двери, когда у нас будут миллионы! Иначе тупик! Иначе игра олигархов! Иначе дальнейшее распорядание страны! Они хотят держать фронт и продолжать провоцировать насилие! Вместе с Путиным на наших рубежах! Насилие, которое начал Путин против нас! А здесь они хотят открыть второй фронт насилия и против мира! Наше оружие — мир! Результатом всех наших действий будет победа Украины и мир! Результатом наших действий будет развитая Украина и мир! Результатом наших действий будет уход Барыг от власти и мир! Все остальное — это их игра! Все остальное — это их трюки! Они очень хороши провокациями! А мы хороши в своей честности! Мы хороши в своей порядочности! Мы хороши в своем единстве! Поэтому я вас призываю! Пройдем мирной ходой в Бильдове Холмой Рады! Не отвечать ни на анно-провокацию, ни на анно-насилие! Не подходить близко к административным вине! Не пытаться проникнуть ни в одном административном здании! Не пытаться бить окна в дерево вообще! И показать, что наше движение, наша антиэнергетическая революция более мирная, чем все предыдущие революции в Украине! И так? Да! Вот так и прекрасно! Давайте так, рука дискажем! Революция ума! Воды, воды! Париж с партнём! Опириться партнём! Революция ума! Париж с партнём! Париж с партнём! Рухаемся до Верховной Ради, друзья. Обережно, по возможности, по тротуару. Давайте машину вперед. Украинцы, усмехнет ця доля. Придут наші болі, дженні, як роса на сонці. Завалуєм іми, братця, у своїй стороні. Двуха-двуха. Звучить відчинку. Звучить відчинку. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Сегодня у нас в этом году последний марш за импичмент. Самый масштабный за все время проведения. Сейчас все-таки препятствуют, работники правительственного органа препятствуют проведению мирного проведения. Это еще началось вечер, когда запретили устанавливать сцену, хотя заявка была подана в сроке, все об этом были уведомлены. На данный момент акция продолжается, все идут к Верховной Раде. Здравствуйте, Артем. Вы сегодня присутствовали на событиях, которые происходили на Майдане, на близлежащей территории. Расскажите, пожалуйста, о Майдане. Вот моя жена была в гуще событий, она расскажет вам, вот, пожалуйста. Какие события происходили, вы сказали? Пока Михаил... Ну-ка, какие события? Мы пошли в Палат Жовтневый. Чей? Народный. Мы пошли в Палат Жовтневый. Народ туда не пускают. Кто не пускают? Не пускают те, которым мы даем податки, за счет которых они живут. Они живут за счет нас, они нас туда не пускают. Мы хотим туда зайти. Я вот вся вот в белом, я вот вся кашляю, у меня все глаза болят, потому что они нас... Травили газ. ...разочевым газом, и что-то там взрывали, и все вот, пожалуйста, все на лицо. Почему? Потому что народ, получается, не хозяин того, что ему принадлежит. Вот все, что происходило. Народ против. Народ хочет взять то, что ему принадлежит, и управлять своими активами сам. Все. Саакашвили что? Ну, Саакашвили. Саакашвили просто человек, который предлагает нам какой-то альтернативный путь от того, который есть сейчас. Это не человек, который мы идем там за ним, это наш президент. Нет. Это просто альтернатива системе, которая есть сейчас. Вот и все. У меня двое детей, и я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. Поэтому я там, поэтому я это нюхала, поэтому я там била стекла, поэтому я туда лезла. Потому что та система, которая есть сейчас, система коррупционная, система олигархическая, меня не устраивает. Или же в этой стране просто делать нечего. В этой стране жить просто тогда не стоит. Вот и все. А жить я здесь хочу. Я люблю Украину, я люблю этот народ. Все. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов, пожалуйста. Про что? Пару слов о том, какие ваши ощущения. Что происходило возле дворта? Вот извините, Михаил вышел, так что... Любовая. Давай, попробуем. Так, давай, попробуем. Вот этих детей. Да, здорово. Вот, закупок. Давай. Я... Я... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!